Власти США предложили партнёрам по большой семёрке признать себя пострадавшими от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать такие уже замороженные, сколько, почти 300 миллиардов плюс 300 миллиардов, тут называется сумма 280 миллиардов, Центробанка России заморожена на трёх банках и в Статах, и в Европе. Ну и, собственно, это уже такой рабочий материал, который США представил на обсуждении стран G7. И тут, собственно, все страны, которые себя считают пострадавшей, которые финансировали экономику Украины и её вооружённые силы во время войны. То есть, соответственно, после конфискации активов российского ЦБ США предложили переводить средства Киеву траншами через Северный Банк, Европейский Банк, Конституции и Развитие. Причём эта тема уже получила поддержку и того же Дэвида Кэмерона, который вернулся в британское правительство в качестве министра иностранных дел. Целый ряд экономистов крутых, Лоренц Трайб, это профессор Ельского университета, написал почти двухсотстраничный аргумент в пользу этого. И Энн Эпплбом, известная вам журналистка американская, тоже написала недавно в журнале «Атлантик» такой аргумент. Особенно учитывая непонятки и неопределённость сфинансирования Украины в Брюсселе и в Вашингтоне, мне кажется, это прекрасный. Разумеется, мы все руками и ногами за, но нужно, наверное, охладить свой пыл, учитывая, насколько это щепетильная тема для западной финансовой системы и вопрос, насколько она может своевременно прийти, эта помощь нам. Я бы не торопился действительно радоваться в этом смысле, то есть всё время надо смотреть на короткие и долгие последствия. Вот я в плане коротких последствий этого шага, который вы сегодня озвучили, я очень скептично на них смотрю в коротком смысле, а в долгом, я думаю, мы даже недооцениваем пока, прямо недооцениваем, объясню, в чём дело. Значит, в короткую, это быстро не получится. Нам нужны деньги сейчас, нам нужны ракеты сейчас, нам нужно отражать атаки с воздуха сейчас, каждый день, правильно? Поэтому нам нужны новые ракеты для патриотов, нам нужно каждый день на фронте отбивать атаки на Авдеевку, нам нужны снаряды прямо сейчас, и мы точно не этими деньгами будем этот вопрос решать. Вот точно не этим, это не получится. Поэтому там другие решения, там то, что пока сдержанный оптимизм проявляет Белый дом, что в январе, сможет в начале января выдать нам новый пакет, то, что европейцы 1 февраля собираются проводить второй саммит, вот на этом мы должны ориентироваться, а не на мифические какие-то там сотни миллиардов, которые будут отобраны у России. Но в этом всём предложении главное, это то, что страны G7 должны признать себя пострадавшим от российской агрессии, по американскому предложению. Почему это главное? Потому что, мне кажется, очень важно после войны, предположим, что война как-то более-менее успешно заканчивается, очень важно добить уже Россию до конца экономически, не отпускать её. Мы же понимаем, что она не станет прекрасной Россией будущего в одночасье, и её нужно дожимать будет, додавливать. И для этого нужно будет максимально обложить её данью, так сказать, обложить её данью в смысле выплаты долгов. Она должна компенсации не только Украине, не только за то, что она тут физически разрушила. Она должна будет выплачивать компенсации всему цивилизованному миру, который действительно пострадал, который, во-первых, помогал Украине и, собственно, потратил на это уже больше 100 миллиардов долларов. И это должно быть возвращено, естественно, россиянами оплачены. Все эти системы ПЭТ, которые нам передаются, всё должно быть оплачено россиянами. Каждый патрон, с которым мы убивали российского солдата, должен быть оплачен россиянами. И, кроме того, потери для мировой экономики. Они нарушили мировую логистику. Я думаю, что если посчитать общий ущерб, это посчитается, кстати, просто. Вот так, между делом. Ну так, на вскидку, если да, это понятно, дальше суды будут разбираться. Но вот мы знали, какой должен был быть рост ВВП в еврозоне, какой в США до начала войны. И что получилось, насколько упало мировое ВВП в результате. И, кстати, китайский тоже. Я думаю, что даже 1-2% мирового ВВП, на который понесен ущерб. Ну, смотрите, 1% мирового ВВП, это уже сразу, сколько там получается, там 800 миллиардов долларов. Михаил, подождите, а вас не пугает, просто сразу же в память бросается Версальский мир. И, собственно, рессентимент, который повлек за собой Версальский мир, который навязал Германии передать территорию Бельгии, Чехословакии, Польши, обложил вообще полностью Германию этими репарациями и привел ко второй, сначала к приходу к власти Гитлера, его партии и уже к Второй мировой войне. А потому что надо было, я думаю, что человечество научилось, что надо, кроме самого Версальского мира, надо было создавать собственные инструменты, которые вначале существовали, которые заставляли бы тогдашнюю Германию все это соблюдать. И сначала это было, если вы помните, там, когда Германия вдруг перестала выплачивать репарации, то Франция просто зашла вооруженными силами и оккупировала Ружскую область в ответ на то, что Германия не выплачивает репарации. Мы забираем вот это все, вот это теперь наше. Правильно? Поэтому все эти механизмы должны быть созданы и строго отслеживаться, чтобы больше так не получилось. Отслеживаются такие ситуации, как немцы под видом гражданских ВВС создавали, ну, под гражданской авиацией создали Люфтганзу, которая оказалась неожиданно вооруженными силами, да, просто переименована в Люфтваффе в буквальном смысле. Я просто сейчас в Мюнхене был, в музее, там, Юнкерс, пассажирский, самый большой самолет до Второй мировой войны, пассажирский, который оказался бомбардировщиком на поверх, когда вдруг Германия вышла из Версальского договора. Поэтому не допускать такого выхода. Ну, ведь Иран же, Ирак же смогли контрапупить как-то, да, взяли, сказали Ираку, вы разрушили Кувейт, мы все вместе, вот мы все страны, коалиции, 40 стран понесли такой-то ущерб. Кувейт понес вот столько ущерба, а мы вот столько тем, что мы послали сюда солдат, и так далее, и так далее. Вы все это должны оплатить. И Ирак все оплачивал до 2022 года. Поэтому 30-40 лет Россия должна будет это оплачивать. Кого они там выберут в этот момент? Фюрера, Шнурера. Если мы запретим им иметь ракеты, самолеты, боевые корабли, то их нужно ограничить в этом всем, естественно. Ну, нужно, чтобы весь мир, естественно, до этого собрался и додавливал эту Россию со всех сторон. Просто сейчас точно, очень часто я слышу от российских либералов, что нет, нельзя, Версаль, мы же... В смысле? Вы не собираетесь соблюдать? Вы же либералы. Вы же за законность. Вы не собираетесь соблюдать? Вы не собираетесь выплачивать репарации? Или что? А что это вы вдруг решили, не выплачивать репарации? Или там Абаз Галямов предлагает, что надо, чтобы Запад сейчас предложил план Маршала для России. В качестве, так сказать, конфеты, да, какой-то морковки. Не-не-не, план Маршала появился, когда Германия была полностью оккупирована и распоряжались этими деньгами, собственно, сами американцы, правильно? Давайте сначала мы оккупируем всю Россию, и тогда мы посмотрим, что с ней можно делать. А вот так вот, в смысле, дадим денег России, доверим ей иметь вооружение, серьезно, доверим ей иметь армию с танками и ракетами и самолетами, серьезно, доверим вот это и будем ей давать деньги, чтобы она создавала это снова. Ей уже один раз доверили. Конечно, надо Россию будет лишить ядерного оружия и все такое. Я все говорю про долгосрочную перспективу, это все не один день. Но важно, чтобы сейчас, потому что американцы обозначили сейчас, что все страны мира потерпели ущерб, вся мировая экономика. И нанесен он исключительно Россией, вот этим государством Российской Федерации. Чем она будет расплачиваться? Территориями, людьми, рабским трудом на протяжении десятилетий. Это другой вопрос. Пока, как мы знаем, еще большинство политиков в мире пытаются представить некий образ того, как из нынешней России она выплывает в какую-то более-менее привличную. Но надо будет отказаться от этих иллюзий, понять, что на этой территории государственное устройство придется сносить и строить новое. Потому что не было... Россия сразу как-то, видите, все 33 года своего существования, она сразу начала с оккупации части Молдовы, потом перешла к оккупации Грузии. Не было другой политики в России, не было другой идеологии, кроме как идеологии захвата соседних территорий. Поэтому это и есть реваншизм. Вот это Версаль, понимаете, не то... Вот это мы сейчас имеем этот рессентимент и так далее. Вот этот огрызок, который называется Российской Федерацией, огрызок Российской империи, пытается, значит, рисовать из себя новую Российскую империю. Это и есть. Мы сейчас не перед первой, не по результатам первой, а по результатам второй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова